Всем доброго здоровья! Сегодня поговорим с вами о всех тяжелых танках 8 уровня. Это будет тоже в виде спидрана, как и по ПТ-8. Обширные версии, суммарно которые идут 3 часа, я оставлю на них ссылки в описании. Значит, начинаем со 112. Это, как говорят, забронированный ИС-6, но только с пушкой намного хуже. Так и есть, он сводится намного дольше, стабилизация где-то процентов на 15 хуже. И плюс танк же, из-за чего едет быстрее, соответственно, тоже стабилизация еще хуже. То есть, по циферному она такая же, но на практике она намного хуже, и это печалит, конечно. Значит, так, броня действительно посильнее, но все равно есть лючки. Да и в целом, этих танков в Раноме вы не видите. Почему? Да все очень просто, потому что сейчас нужны машины, которые будут спокойно выезжать и давать 2000, ничего не делая. Для этого нужны УВНы, для этого нужно пробитие, для этого нужно хорошее качество стрельбы. Ну и желательно долбануть за раз так неплохо. Что у нас здесь есть? УВНы нет, качества стрельбы нет. Да, мы льготные, но и что? Вы сейчас играете в балансе с половиной ТТ-9, поэтому как бы понятно. Значит, ВЛД, да, бронированный СИ-40, ИНЛД-200, лючки вот по 160 мм, в упоре в них попасть особо проблем никаких. Ну а так относительно, ну действительно там и бронирований. Но пушка намного хуже по качеству стрельбы, и да, кумулятивы, но они же летают, сами понимаете, 600 метров в секунду, ими попасть на дистанцию, это, ну просто попробуйте. Только в упоре этими снарядами можно пользоваться, поэтому И-6 может подколами пользоваться на любые дистанции, и попадать с ними намного проще, плюс у него и пушка поприятнее. Ну в общем, раньше за рефералку еще можно было бы взять, сейчас за день и за голду точно нет смысла. Дальше. 50ТП прототип. Реально машина неплоха, это танк, у которого вот то, что мы перечислили, и ВНы, и Альфа, и пробитие, которым тоже, в принципе, можно пользоваться. 218, это, ну, нормальное пробитие, как для восьмерки. 440 Альфы, при КД 11,2, это хорошо. У ВНы, минус 8, только на переднюю часть, 10 на бортовую часть. Значит, по стабилизации сведения, тут что-то похоже тоже на 112, и только у вас же максималка меньше, соответственно, стабилизация будет из-за вычетка получше. Ну и разброс четко поменьше, соответственно, тоже стабилизация будет чуть-чуть поприятнее. Стабилизация от порота башни прекрасная, кстати, у 112 тоже, и здесь тоже. Вот, по подвижности, это тоже что-то на уровне 2-5-2, только это танк по маневрению. Тут намного выше вращение шасси изначально, при, опять-таки, неплохой удельной мощности. По броне тут, опять-таки, нужно помнить про почтовый ящик, когда он будет от него отталкиваться. Значит, когда он отъезжает в глаз здания, помним про скулы. В НЛД, по сути, 170 мм, поэтому этот танк, когда попадает в топ, он особо не видит какого-то преимущества, потому что, по факту, все, что свыше 180 мм, уже вас может пробивать. То есть, 2-5-2у в топе чувствует себя получше. Ну, опять-таки, а вы попадаете в тот топ? Нет, вы играете по КД с девятками и десятками, а там уже по барабану, на самом деле, на чем играть. Ну, и башня, в целом, она неплохо бронирована, тут она небольшая, скосики, все дела. То есть, вот под прямым углом тут 270-280 мм, просто на пофиг. Да, если чок, вот 180-170 мм, но, опять-таки, он не огромный, и с дистанции попасть сложно. Крышка 40 мм, 122-го калибра, пробивается. По оборудке, значит, закалка стаб досыл здесь, и на 112-й тоже, но это, запомните, что практически везде будет такой же набор, только если пушка будет безупречна, можете поставить турбину. Такие вот делишки. Поэтому танк хороший, просто в категории хороших танков. Значит, категория имбы, хорошие танки или пресноводные. На сегодняшний рано 112-й более пресноводные, 50 ТП, просто хорошая машина, на которой играть можно и фармить можно. 56 ТП это, по сути, понерфленный 50 ТП, почему? Ну, потому что у вас перезарядка тоже там в районе 11,5 секунд, при том, что у вас 390 уже альфа, а не 440, и брони вообще нету. То есть, корпус 150 мм, в маске 200 мм, ну, в башне вот под прямым углом 200, а так, в целом, щеки бронированы, но зачем, если вам все долбинят в маску? Тоже лючок 100 мм, у ВН у вас 9 градусов, это как бы хорошо, ну, 8 тоже хорошо, 10 прекрасно. Поэтому за марафон, кто его получил, его, как правило, все сдают в трейдине. Я вам говорил сразу, этих танков в рандоме вы видеть не будете, по понятной причине. Стабилизация, ну, как бы, при разбросе 0.33 будет суммарно все же лучше, чем у 50 ТП, но в целом у вас вообще нету брони, и при таком же КД стрелять по 390, а какой, собственно, в этом смысл? Абсолютно никакого, поэтому эта машина улетает в трейдин, и горе особо вы не знаете. АМХ М4 МЛЕ-49, значит, танк, которого апнули, но апнули как? Так, значит, если раньше вам нужно было вообще, блин, все ставить на пушку, потому что это кусок говна не сводился, стабилизации не было, и оно пулькает с КД 8.2 при ЛФ 300, который по КД летит от 250, то есть вы вдумайтесь, вы сводитесь 10 секунд, блин, чтобы пукнуть на 200. Замечательно. А сейчас его апнули так, что раньше вам нужно было вообще все ставить на пушку, сейчас достаточно одного стабилизатора, то есть 0.18 это разброс уже, в принципе, для стабилизации неплохой, но если бы сведение там было секунды 2, и сам вот этот разброс был, допустим, 0.3, тогда можно было бы вам сказать, что играть без стаба можно. Но 0.35 и 2.4 при такой пукалочке, нет, сюда все же просится стабилизатор, чтобы и от поворота башни сделать безупречную стабилизацию, и от движения. Поэтому просто обычный набор, закалка, стаб, досыл, но опять-таки, брать за голду или где-то там его нет смысла, как правило, его берут за боны, ну, кто на нем играет, я даже не знаю. Ну, в целом, в любом случае, если, например, представить, что у вас ничего нет на аккаунте, то на нем хотя бы фармить можно. Ну, почему? Он пробивает, у ВН есть, типа, подвижность, ну, просто сносная. Да, у него проходимость полный трэш, но после всех приколов вы просто идите нормально, и все. То есть, уделка высокая. Поэтому, не знаю, играть, конечно, лишнего желания нет, но фармить он, конечно, может. По броне, что он, салба хорош, типа, да, все как положено, но есть лючок вот 60 мм. Сами понимаете, туда залетает и фугасами чем угодно. Поэтому играть нет смысла, заборный тоже брать особо нет смысла, но на сегодняшний роддом, опять-таки, максимум пресноводные, да, или же на полпути к хорошему. Такие выделишки. Ему нужно дать или альфу, или ДПМ накинуть, потому что за 250 кидать с КД-8 и 3, фигня. Бизон. Хороший танк, реально, это вот из того, что, например, нужен новичку, Бизон очень хорошо подходит. Значит, вы, во-первых, не сдохните на нем очень быстро, вы не будете на нем, как бы, знать проблем, когда вам нужно будет поиграть от рельефа. И снаряды у вас такие, которые, ну, действительно, ну, они неплохие, они летают быстро и пробивают хорошо. Единственный минус танка, ну, по сути, это стабилизация. Если бы не было барабана у этого танка, он был бы такой же, наверное, ненужный, как и С-3 СМЗ. Как раньше был С-3 СМЗ с одним снарядом, он никому не нужен был, потому что мертвейшая стабилизация и мертвейшее сведение. Но когда ты понимаешь, ради чего ты сводишься, вот тебе нужно раз свестись уже адекватно, отстреляться и потом два додать. То есть у тебя за вот эту вот плохую стабилизацию, компенсации в виде двух дополнительных снарядов. Поэтому тут есть смысл существования, даже при такой стабилизации, плюс УВН, плюс отличный ИББшка, ну, вот, как бы, и за раз можно выдать 1100 урона. И почему для новичка? Ну, потому что от рельефа не будет печалиться, и он может спокойно разрядить сразу, например, три снаряда. Тут нет смысла играть одним, двумя. А чтобы увеличить максимальное ДП, вам нужно играть вот этим снарядом, который третий зашел в магазин, то есть он будет самый первый при разрядке. Но опять-таки особо нет смысла. Тут просто, чтобы и в боях 2-3 минуты уже, как бы, максимально много урона за раз выдавать, плюс, если что, уходить в сейф, а не каждый раз подставляться. Вот как делает обычный игрок. Он выезжает, дает сразу три снаряда, да, 40 секунд он кодешится, потом сразу выезжает, снова выдает три снаряда, вот у него на табло 2000, а подставился он при этом только раз. То есть из-за этого человек будет жить, и плюс, если надо будет выходить от рельефа, он возьмет и выкатится. А вот на С3 с МЗ вы уже этого сделать не можете. Но, как вы знаете, у него другие преимущества. По броне, опять-таки, ничего такого. То есть в ЛД, обычно, как для ТТ-8, броня от башни, она, ну, реально, особенно, если ты играешь от рельефа, ну, она может подержать снаряды, там, вплоть до, ну, сколько, 260-265 пробития. То есть все, по сути, ББшки игры, не считая ПТ-10, ну, вы можете, по идее, повытанковывать. Да, есть вот такие квадратики малюсенькие, но попробуй в них попади. Поэтому за счет УВНа, за счет разовой выдачи в 1100 урона, и хорошие ББшки, это танк лучше будет для новичка, чем из 3 с МЗ. По оборудке, закалка, стаб и эксперименталка на сведение с УМП. Бофор Старнмаген. По сути, тоже ближе к пресноводным, но, опять-таки, на полпути к хорошим. Почему? Ну, опять-таки, эти 400 альфы с КД в 1266, по КД летят 330, стабилизация от порота башни говна кусок. То есть она была мертвая, ее апнули, понял? То есть ему посвятили целый патч, целый ап, чтобы чисто сделать стиль. И поэтому вот написали ему там, улучшили стабилизацию от порота башни. Вы ему напишите, что она была неиграбельна, а теперь почти неиграбельна. Все, вот это будет правда, потому что было 0.25, это мертво, а стало 0.2, ну просто говно. То есть по факту от движения вы можете спокойно играть без стабилизатора, а все, что касается от поворота башни, это труба. Поэтому, ну типа, окей, ну да, хорошо, потерпим, да, допустим. По подвижности. Просто обычный, упирается в свои там 35 км в час, и на этом все. Он горит в хлебало, то есть вам минимум, что нужно, это Т3. Но опять-таки, не у всех есть возможности Т3, поэтому компоновка в слот, и закалка, например, трофейная, и досылатель ему будет нормально. То есть, ну опять-таки, если вы будете играть на этом танке. Да, по геймплею он вроде и ничего сложного. То есть выставляемся от своих хренатений, вот этой вот, и просто попробуйте нас пробейте. И вот вы пукаете с УВНом минус 10 градусов, по, пускай, 400, да, с КД в 12,5 секунд. Но опять-таки, вы видите, что эти танки очень редки в рандоме, потому что, ну, нужно набивать урон еще быстрее, а этот танчик, ну, как-то с этим не особо справляется. Поэтому, да, по геймплею вроде и ничего сложного, но тут так. Если ты разрядился, на тебя входила толпа, и ты сдох, потому что в корпусе особо брони нету. Вот у него, ну, вот, 160 мм, вот, в НЛД, и, как правило, через него все и проходит. И борта тоже 50 мм, которыми ты, типа, оттанковываешь, тебя или кумулятивы разрывают, или 152м калибром, или если вот такая еще полоска в 40 мм, то тоже 122й калибр неплохо сюда накидывает. Поэтому чисто, например, от геймплея брони, типа, УВН особой претензии нету, но пушка такая, знаешь, никакого фана не вызывает. Ну, по сути, опять тот же самый шведский Т-34 появился в нашей игре. Круто. Возвес-Т-76. Это, сами знаете, что это такое. Это, ну, фармят, ну, люди иногда на нем бывают, да, что там даже на фолдовых фугасах ты можешь там дать 3 пробития, и вот тебе уже 2000 урона или 2400, да, и отдать за это 20000 серебра вроде бы и не так и жирно, но в целом же ж не всегда получается попасть, пробить, то такое, значит. В целом люди его используют чисто для фана, для того, чтобы сломать вам жизнь. Ну, при игре на данном танке. Ну, я имею в виду том, на котором вы сейчас играете. На Каенчике, на Тигрульке втором. Ага, БЗ-шка такой такчик. Чем бы мне полакомиться? Ммм, ось, вижу, Васька на Каенчике. Пойду-ка я упарюсь, и в НЛД гряхну на 1000. Все, он гряхнул, откатился, через 19 секунд повторяет ту же самую процедуру, а уже все, тех и по нету. Вот такие вот дела. Поэтому это, конечно, срань-то еще. Уже тысячу раз мы эту тему поднимали, что какого черта десятка, какая десятка, пятнадцатка на восьмом левеле стоит, а восьмерку поставили на десятку. Идиоты. Ну, что ж поделать. Поэтому тут такое закалка. Нет, тут без закалки, потому что тут мы уже с вами договаривались, что, скорее всего, будете ставить турбину, потому что у вас не будет тогда ни обычной подвижности, ни турборежима. Скорее всего, турбина, стаб и досыл. Вот так будет лучше на эту машину. По броне, салба ему только бить в НЛД, или же если танк высокий, бить в ЛД, значит, когда она играет от башни, у вас только единственный шанс попасть ему вот в этот вот козырек. И то только 128-го калибра. Добрый вечер. Поэтому, ну, срань запредельная. Она токсичная, триндос. Вот. Ну, а в упоре лючки ищем. В ЛД, если высота позволяет НЛД, и все, по сути. Только так. Поэтому это даже не хороший танк. Это черт знает что. Это ракатица какая-то, каракатица, которая ставит на колени все эти Т-8 практически и убивает какой-либо в них смысл. Такие делишки. Каен экшен экс. Ну, это вот тоже ближе к пресноводным. Почему? Потому что нам нужно что? Альфа. И чтобы фармить, нам нужно набивать 2500 урона. Понятно, что каждый бой у вас не будет получаться давать 2500 урона. Но чтобы... Вам нужен танк, который будет чаще всего это делать или хотя бы приближаться к этому урону. Чтобы вы сделали 2500 урона на шкотке, вам нужно там вдать 2,5 барабана. Чтобы дать 2500 урона на каком-то бизончике даже пускай, вам нужно выдать 2 барабана, но при этом с УВНами, при этом лишний раз не подставляться. А здесь, чтобы наковырять 2500 урона, чуваки, вам нужно дать 12 пробитий. Вам нужно 50 секунд безостановочной стрельбы. Сегодняшняя игра не об этом. Сегодняшняя игра. Ты выкатываешься, отгребаешь на 600, выдаешь на 200. Нет, такую игру мы играть не хотим, поэтому Каен Экшен Икс это там чисто за бесплатно, где-то там марафоны, шмарафоны. Окей. Но за голду, даже в трейдыне, он вам не нужен. По броне. Просто Каеновский обычный корпус, башня просто, ну, нормально. Видите, верх у него хуже бронированный, чем низ. Тем более, особенно если он играет от рельефа, то в таком случае, ну, вот, 250 миллиметров вам нужно плюс иметь, чтобы пробивать его в лоб башне. То есть, геймплей, то, конечно, да, 3 дефа, башня для этого тоже какая-никакая есть. Но, и что дальше? Ну, ты стоишь, а пукать как? Мне надо напукать 2500. Вы представляете, как это сложно будет делать с альфой 200? Это же даже не 240, который там хотя бы 250 вылетает. Нет, 230 альфы, это альфа, которая колеблется от 180 до 210. Вы представляете, что это такое? Найти по ТТ. Нет, я вам не рекомендую, я не хочу, чтобы вы играли на таком танке. Закалка, турбина, досыл, поехали. Ну, это если кто уже собирается играть. Колебан, боже, это просто избиение вашей нервной системы. Это говно, которым людям полоскали мозги год до его выхода. Все, там выйдет танк, будет разрывать, взрывать, там все будет просто крошить в сопли. Ни один танк не выживет. В итоге вышло оно, божечки, все за голову берутся. Это кусок сблева, по-другому я его назвать не могу. Тяж, у которого, ну, она не то, что мертвая, чуваки. Мертвый может назвать орудие БЗ-176, да, типа, потому что, ну, там же сводиться надо, все дела, но обычно на нем никто не сводится. И то там 0.25 же, да, у нас? 0.25 на 0.44, это уже, типа, борода. А здесь, ребят, 0.38 на 0.58 при сведении 4.1. Малышко. Как можно такое было выстроить? Поймите, я бы понял, если бы вы ему нарисовали там пробитие 240 хэшом, да, так, ну, типа, да, вот смотри, вот мы тебе даем пробитие, но чтобы реализовать это пробитие, тебе нужно пройти 7 кровавого ада. Не, 7 кровавого ада ты все равно пройдешь, паренек, но только с пробитием по факту, как у ББшки в 160 миллиметров. Кто понял, тот понял. Нормализация, все дела. 180 фугас, это как 160 ББшка. Извините, а что если 160 пробития собираюсь пробивать? А, ничего, ну, а, это кусок дерьма. А, мы даже себя не способны пробить этим фугасом. А, то есть, получается, там кусок дерьма. Ага. И потом уже даже блогеры, которые обязаны, по идее, вылизывать кое-что компании, они такие, боже, а что ж нам говорить, мамочки. Так, а давай-ка мы его на ББшечках попробуем. А, о, так тут ББшечка хоть что-то пробивает. Ага, то есть, теперь вот смотри, я прохожу тех же 7 кровавого ада, по факту, только уже хотя бы ради пробития. А, точно, теперь я все понял, как видео писать. Все, чуваки, значит, все играем на ББшках. Да он и на ББшках нахер не всрался с таким КД. Вдумайтесь, у вас минута КД ради 1200 урона. При том, что, опять-таки, 7 кровавого ада по пушке. Это мертвое говнище, это дерьма кусок. И вот эти бредятины, что надо на ББшках. Надо на ББшках, потому что это уже безвыходность. Не надо играть на нем, в принципе. Есть тысяча раз лучше танки, чем вот это вот говнище. Это позорище, еще раз позорище. Будут ли его когда-то апать? Не знаю, я думаю, вряд ли. Вот, поэтому просто не играем, просто обходим 10-й дорогу и все. Шарли Марли, значит, в Боновом магазине он есть, значит, машина, которая... Ну, чуваки, вот если я вам так скажу. Если у вас есть возможность взять Концепт 1, вы берете Концепт 1. Шарли Марли я особо вам рекомендовать не могу. Я так скажу, даже если у вас есть поляк, вам будет лучше. Ну, по сути. Смотри. У поляка минус 8 на хлебало и минус 10 на сторону. Да, углы. Плюс у него броня башни реально нифиговая. И корпус, не считая НЛД, да просто нормальный, как для ТТ-8. И что? А тут что? Здравствуйте. Типа вот лоб башни 190 миллиметров. Здравствуйте. У вас углы тоже как бы десяточка. Но при Альфе 440 у вас КД 13,5 секунд. То есть, вдумайся, у поляка на 2 с чертиком сведения КД быстрее. У него броня реально сильнее. И тут 3-4 сведения, ну да, при типа безупречной стабилизации. Хотя при таком разбросе она просто типа окей. То есть, без таба ты играешь хорошо, но ты не понимаешь, за что ты расплачиваешься. Тут единственный просто подвох, который вы должны знать об этом танке, что у него НЛД бронирование, чем ВЛД. То есть, если вы выезжаете на эту машину, а на том же Бизоне, допустим, вы должны ему бить по ВЛД. Тем более, у него что же? Намек на щучий нос. И искать УЛПО благоприятнее под вас. А НЛД тут только, если он конкретно уже где-то сверху там стоит, и он его поставляет, тогда да. В башне вы бьете в лоб башни, а не в маску. То есть, запомните, лоб башни в ВЛД. Не маска и НЛД. Лючочек тут есть, но попробуйте, попадите в него. Поэтому, если тратить уже сколько там, 20 тысяч бон, на эту штуку 15 тысяч бон, то лучше уже до концепта 1 доложите. Так вы хотя бы получите самый лучший ТТ-9 в игре. А это, ну типа, окей, с натяжкой вы хотите, чтобы я сказал, что играть можно. Ну да, а дальше что? Вы видите эти танки в рандоме? Нет, потому что целевая аудитория на этом танке об нее ноги вытирают, ребята. Я вам так скажу. Вот, поэтому поляк даже лучше, который в 3D не может взять за 4 тысячи голды. А это, ну типа, я не понимаю, зачем он. Кассерка. Значит, опять-таки, за бон и на фулл голде, да, можно. Так, в целом, фармить вы на нем не будете. Это машина, которая, ну, 190 пробития на 24-й год против десяток. Вы серьезно? С башней сзади без УВНа? Угу. Значит, играть на фулл голде. Обязательно компоновка. Он горит в хлебало. Он может по 3 раза за бой выгорать в хлебало. Если вы там на попотушителях и так далее. То есть, он горит просто в лоб. То есть, у него все криты в лоб, через каток, через вот эту полочку. Вот, значит, вот так, как в Мауса. Вот тут у него примерно тоже все находится. Значит, компоновка, закалка, досыл, отличнейший набор. Вы можете поставить Т3, чтобы турбинку поставить, да. Но в таком случае у вас будет, ну, как сказать, на 5 мистических подпалов у вас будет один гарантированный. То есть, на компоновке в слоту у вас вообще не будет подпалов. Но с Т3 у вас все равно будет один какой-то где-то проскакивать раз в 5-6 боев. Такие дела. Но зато турбинка. Потому что танк прет охренеть. У него нормальная проходимость, не считая мягкого грунта после всех приколов. И сумасшедшая уделка. Плюс турбина там просто будет как СТ. Он будет сразу упираться в свои 40. Он на гуру малинок и будет ехать 30 км в час. Пушка по качеству стрельбы, она нормальная. Без стаба вы играть можете. Не смотрите, что тут 0-2. Это то, что я говорил только что на млешке. Вот если бы у вас было 1, я сказал там 2 секунды. А у вас тут 1,8 без ничего. Соответственно, совсем 1,6. И разброс 0-3. И при стабе 0-18 при перках. Мы получаем идеальное орудие, которое может спокойно играть без стабилизатора. Ну, по броне тут, конечно, да. Еще такой токсик, но немаловажный. Потому что в НЛД 217 это самый минимум. Лоб 235, лоб башни 290. В маске 254 мм под прямым углом. То есть, единственный шанс пробить эту штуку в башню. Это маска и то, если у вас пробитие вот такое. Потому что так, ну... На ИС-3 СМЗе хрен знает, что с ним делать. Потому что его подколы в НЛД практически не берут. Ну, там уже идеально ровненький угол, возможно. Но в целом малейший манс и все. До свидания. Поэтому такие делишки. Забоны для голды. Окей, да, все. Ну, а так, фармить вряд ли кто на нем будет. Именно на ББшках, там по ТЕ. Вряд ли. Аудитория не сможет. ИС-5 ТС. То же самое. Это... Ну, если так разобраться. Давайте все премы ТТ немцев. Премы, подчеркиваю. Проанализируем. То мы можем сделать вывод, что это лучший немецкий прем ТТ. Немецкий, подчеркиваю. Потому что лучше, ну, по сути, нету ничего. Кто, ВК-168 или ВК-7501? Нет. Но есть ли в нем смысл? А тут, чуваки, я вам отвечу по принципу того же МЛЕ-49. То есть, это ТТ, на котором вы, да, фармить можете. И играть можете. Но хочется ли вам это делать? С душой вы ли садитесь на эту машину? Я сомневаюсь. Поэтому тут такое. В любом случае, танки сильнее, танки получше. Если я вам всегда называю пятерочку тех самых премов. Да, в Бизон туда тоже входит. Если у вас есть эти танки, то вы на этом танке катать не будете. Но если и нам Лешки на чистом аккаунте, я бы фармил. Да, потому что, ну, хотя бы пробивать можешь, что на этом. Тем более, я бы фармил. Играть можно до тех пор, пока не появится у меня что-то получше. Значит, ну, броня. Ну, короче. Какая тут броня для восьмерки? Никакая. В башне, да, она, сказал, неплоха. Почему? Потому что она так, знаешь. Да, есть яблочко. Да, есть вот такая фигнюшечка в 230 миллиметров. Но когда она так мансует, пляшет, попробуй ты в эти яблочки, фигнюшечки попади. А так маска что? Ну, вот есть полосочка 230, в которой сложно попасть. Маска в целом бронирована. Лоб башни в целом просто рикошетит. Вещь над скоки, заскоки и так далее. Тут вся проблема в корпусе. И оно неповоротливое. То есть ехать оно хорошо едет, а вот поворачивать не хочет оно. Вот. Поэтому, опять-таки, там за бесплатно, где-то там. Окей, если на аккаунте нет ни хрена. Но за голду или даже за 3D он вам по факту не нужен. Эмиль 1951. Значит, это машина, которая лучше, чем обычный. Эмиль 1. Почему? Потому что тут не убита проходимость и не убита уделка. Вот. И из-за этого мы не должны засирать два слота чисто, чтобы хотя бы это говнище ехало. Тут все по-нормальному, по-человечески. Перк. Какой-то там несчастный плюс 7 к сохранению. Там братство. Туда-сюда. И вот мы уже просто получаем отличнейшую. Ну, просто нормальную. Как для тяжа. Даже, я бы сказал, более отличную. Проходимость. И на среднем, и на твердом. И мы можем просто взять. Ничего, опять-таки, не теряя. Потому что на эмиль 1 или на эмиль 2 вы должны все силы бросить на проходимость. На то, чтобы оно поехало. Отказываться от закалки. Отказываться от эксперименталок. Все. А тут не надо этого делать. Ставь обычно себе закалочку. Ставь стабилизатор трофейный. И если это прем, можешь поставить эксперименталку на сведение с МП. Если жалеешь 50 шестеренок, ну, можешь у МП-шку поставить. То есть, тут чисто нужно решить вопрос со стабилизацией. И по факту все. Эта турбина здесь не нужна. Чуваки, у вас 45. При нормальной уделке, нормальной проходимости он просто едет хорошо. Не надо тут еще добивать проходимость. Вам этой максималки по движности будет просто за глазищем. То есть, вы вот или так катаете. Вот. Или вот так, да. Это еще ж мы перками можем там все дошлифовать. Отпорота башни, как видите, вообще безупречно. Сведение 2,8. Но тут, чуваки, по принципу, 2,8 по принципу Льва. То есть, если ты выехал от на Весфилде, чисто на первой передачке, из-за холмика на дистанцию до 70 метров. Вообще проблем никаких с этим сведением не будет. Потому что у вас будет нормальная стабилизация. Уже там на метров 300, да, вам придется посводиться. Но опять-таки, нужно же понимать, что дефолтный подкол. Подкол 217, это, ну, ББшка на уровне, там, 198, если в наклоненную броню. Так, чисто под прямым улом, да, будет 217. Ну, опять-таки, мало у кого есть. Вы стреляете, как правило, всякие наклоны. Типа там, шкодки Т-56, 32-ки, Т-34-3, ВЗ-120. Они все с наклоненной броней. Поэтому там у них будет для ББ, допустим, 195. А вот для подкола уже будет как раз где-то 217. То есть, уже можете с этого подкола спокойно не пробить Т-54 в ВЛД. Вообще без проблем. Поэтому такие делишки. Самое печальное тут, наверное, снарядики все-таки. И голды особо тоже нет. 240 подколы, ну, а разница в них какая? Да никакая, по факту. Поэтому Эмиль, это, опять-таки, ближе к хорошим. Вот. Тут просто вот все на пушечку. Кто там доппоек еще себе может позволить, то уж такое ваше решение. Плюс вот еще фишка есть на сведение. 2,5 сведения при такой стабилизации. Просто вообще все прекрасно. Все. Вот так сделать на Эмиле, вот так, чтобы сделать на Эмиле первым. Нужно слотов 12 под оборудование, чтобы вот такие цифры увидеть на Эмиле первым. Поэтому из-за того, что он не понерфлен изначально, им можно как-то пользоваться в рандоме. Вот такие делишки. Поэтому, да, не лучший прем, но фармить, ну, на нем играть можно. Он не говно. Это самое главное. Едем дальше. ПЦМ-50Т. Ну, это, чуваки, мертвичина. Тут уже не то, что пережиток прошлого. Это отрыжка прошлого. Это полный трындец. То есть, ты понимаешь, что у тебя типа тяж, но по факту средний танк. У которого, ну, как бы проходимость. Ну, типа, ладно, мы едем в свою скорость. Окей, ладно. Она просто обычная. Пушка вроде тоже ничего такого. Какие 0,2 стабилизации при разбросе 0,35 и сведении 2,2 при эльфе 240? Это что? Такие стабилизации нормальные при эльфе 390. Ну, не при эльфе 240, да? Там ему на Апале КД и теперь что на Апале? Ну, 5,5 у вас КД, там 5,4 при эльфе 240. Но, вы обратите внимание, у вас вообще нету брони. Вы просто галимый мыльный пузырь. Это уже не тот льготный баланс 2013 года. Нет, сейчас льготный танк играет половина девяток. Е-75, тапки бета и П-4 нахрен, концепты первые. И тогда сейчас восьмерки как десятки катаются. И ты на вот этой чебурашке, по сути Т-34-85, катаешься по КД с девятками. Это же хрень собачья. Короче, танк не нужен, танк бесполезный. Его нужно Апать, его нужно конкретно. Ребаланси, чтобы тут была плита в 200 мм хотя бы при веденке, чтобы его хотя бы Калибан не взрывал. Господи, худший снаряд планеты прогревает этот танк. Это все, что нужно знать про его броню. Башни это тоже касается. Поэтому такие дела. Башню зашивать, башни, лоб корпуса зашивать. Борта, ну хрен бы с ними этими 80. Вот борт башни, вот это хотя бы, вот эту часть сделать тоже миллиметров 150. И лоб четко миллиметров. Ну вы вдумайтесь, АМХ-М4-45 в пять раз бронирование этого танка. Все, у меня на этом все. Гонсалес. Значит, тут опять-таки между пресным и хорошим. Опять-таки не кидайте кирпичи. Я получил эту машину, еще раз перекатал. Значит, чуваки, ну пушка, ну реально жопа. Сведение 3.2, разброс 0.45 и дестер. Ну просто дестер. То есть, если ты ставишь на него обычный стабилизатор, степерки на стабилизацию, допаек и так далее, это печально. Это очень печально, потому что вы тупо не сводите. Вы нормально себя более-менее в меня ему чувствуете на дистанцию 50 метров. Это я так за угла здания выкатился, в упор шарахнул, закатился. Но в целом, как фармтанк, я его вообще что-то не воспринимаю. Да, пробитие, да альфа, это все круто. Но теперь уже мнение у меня прям железобетонный по этому танку. Он даже в топ, наверное, 7-8 премов лучших не попадает, потому что у него все просто, весь негатив, вся жопа у вас будет от пушки. Вот ты выезжаешь, у вас тупо сведения нету, у вас кольцо не сужается, у вас пипец, у вас что стабилизация, что сведение. Поэтому играть в целом можно, но я уже лучше буду катать на каком-то, блин, 75 ТС, там хотя бы сведение есть, там хотя бы стаба получше, в разы на целый стабилизатор лучше. Вот, и танк там прет, ну, едет хорошенечко. Вот, по броне тут как бы, ну, просто нормально. Каеновская ВЛД 200-миллиметровая, НЛД 170, грубо говоря, какую там у Льва. ВЛД, ЛО башни, ну, особо ничего такого, а тут есть броня только, когда он играет от УЛА, ну, вы поняли, короче, от рельефа. Ну, то вот у него качающаяся вот эта хрень, поняли? Вот это. И получается, что когда ты играешь от рельефа, вот эта штука, она будет всегда под прямым углом, и тут, видите, при ведерке особо не лишнего. Плюс есть лючок. То есть пробить эту штуку в разы проще, чем того же Льва или Т-34, играющего от башни. Поэтому фармить, играть в теории можно, но желание у вас будет на этом танке с каждым разом все меньше и меньше. Ну, тут про, ну, пушка очень печальна. 0-4, 2-7 сведения, и 0-2 стабилизация, играть можно. Но 0-45 на 3-2, это уже похороны. Так еще забиваем последний гвоздь в крышку гроба, это разброса 0-25. Ну, то есть вам по факту дали пушку от БЗ-175. А что нам еще дали? А, ничего, ну вот все, закрываем. ИС-3 СМЗ, только что уже при Бизоне сказал все, что мог, это то, что, по сути, единственное отличие, что тут с цикличкой выгоднее играть, чем последним снарядом, и получается, что тут как бы только в механизме вся суть. У Вэна нету, подколы, считай тех же, что и на Эмиле за основу 220 пробития, поэтому обычным игрокам я считаю, что Бизон будет проще. Это уже там, кто спокойно играет 1800+, на ТТ-8, он уже на ИС-3 СМЗ сможет поиграть. Но, опять-таки, ну, просто фармить можно, просто машина окей, но, опять-таки, не для всех. Это обычный ИС-3, просто, вот, стабилизация, печаль, сведение, печаль, но, опять-таки, это ради трех снарядов вы все делаете, поэтому особо ты от этого не злишься, потому что ты понимаешь, ради чего ты сходишься первый раз, чтобы дать дополнительно 2 под 400. Такие дела. Поэтому в турбо-сливах, например, этот танк будет, ну, может, получше, чем Бизон, да, в целом, потому что ты сразу выдаешь три снаряда, вот тебе уже 1200, и спокойно переходишь в цикличку без зазрения совести. Ты не паришься, уходить не находишься, просто берешь и уходишь спокойно, разряжаешь три тычки и играешь в цикличку. Это вот его, как бы, единственный, по факту, нюанс, значит. Значит, у него очень хорошая проходимость, но не очень уделка, поэтому тут, чтобы машина поехала, слот на мобильный, загоняем турбину, закалка, ну, и стабилизатор, трофейный, и все перки на стабилизацию, да и все. Играть можно, я фармлю на нем, но на Бизоне сейчас все же катаю больше. Я катаю больше на Соми, на Туртли, на Бизоне. И с 3 СМЗ, это, как правило, идет четвертым номером. Такие делишки. Поэтому, да, играть можно, но вот уже УВНчики, ребята. УВНчики, это прям пипец. Это вот если у танчика нет УВНчиков, я уже как-то вот закрываю, начинаю потихонечку глаза закрывать, что там у него вообще есть. Поэтому, потому что танки без УВН, это пипец. Все карты мертвы, они все перерыты. Ямы, ложбинки, ямы, туннели километровые какие-то. Везде нужно отбоихать от башенки, а мы не можем. Такие дела. ИС-5. Это вообще хрен простой, что за машина. Нафиг он нужен, я не понимаю. Вдумайтесь, танк нельготный, на 2000 дороже ИС-6, пушка хуже, чем УИ-6, подвижность хуже, чем УИ-6, броня хуже, чем УИ-6, и КД хуже, чем УИ-6. А зачем ты нам нужен, спрашивается? А я не знаю. Просто 0,44 при присоединении 3,1, разброс 0,2, проходимость убита в сопли. Значит, броня, это долбаный обоссанный, этот сраный щучино, с которым невозможно что-то сделать. Играем по КД с десятками, подкол из основы, те же 220. Ну, то есть, представь, ИС-3 СМЗ без, ну, то есть, с убитой подвижностью и с одним снарядом. Вот я на Бизоне сказал, что если бы с таким качеством стрельбы у вас не было бы механизма, это был бы кусок дерьма. Так вот, вот вам ИС-3 СМЗ без механизма. Вот, только еще хуже подвижность. Но это печаль, это нафиг ненужный танк. Ну, по факту. Поэтому обходите стороной, даже за боны, он вам не нужен. А вот ИС-6 за боны. Да, конечно. Берем, но опять-таки, после... Значит так, если 1800+, вы держите на любовно, чтобы вы не садились на ТТ-8, вы можете спокойно брать ИС-6, но тут такое, фарм будет, ну, 50 на 50. Если вам нужно давать 3-4 пробития за бой, вообще не зная, куда стрелять, то есть, там, зная, что куда-то в НЛД, и все, жахайте. Тогда лучше возьмите Т-103. Вы будете, ну, чутка жестче в условиях, но зато вы пробивать будете все намного проще. Вот, поэтому, ну, как бы тут такое. Як ИС-6 все и душой, но нужно понимать, а кому ты советуешь этого ИС-6? Я на нем спокойно играю. Мне он нравится, трындец. Но, что вам сказать, я вам уже сказал, тут только уже, вот, если вы будете играть хорошо, наверное, чтобы вы не садились. Не имбово, просто хорошо. Там, вот, 1800 и вперед. По НЛД, по ВЛД, то есть, уже все максимально привычно. Вот, честно, я не вижу смысла тут рассматривать какую-то броню, потому что этот танк, как ИС-3, он волшебник. Он может не пробиться, как звездой, но при этом возьмет и пробьется с какой-то рогатки. Борта у него, боже, они больные. Тут, ну, просто, стреляешь, типа, в бор, снаряд такой, хопа, потому что у него же борта, вот, видишь, какие черти простые какие. Вот, куда-то вот сюда летит. Ты думаешь, типа, борт. Нет, это не борт. То же самое, каток. Ты бьешь ему в каток, а не каток. Почему не каток? Ну, потому что у него, опять-таки, вот такой вот борт. И ты бьешь не в основную броню, да? Вот эту вот. А ты бьешь, вот, типа, в каток, ну, вот. Понял, о чем я говорю? И на эту штуку я уже задолбался сам вестись, потому что я пытаюсь ему долбануть в каток, дать урон, загуслить. Снарядик, конечно же, летит вниз, прицело. И вот сюда, получается, рекущает. И это бесит. Особенно вот тоже самое. Бью ему в бортину, вот сюда летит, рекущает нахрен. Короче, иди ты в пень, говорю. Вот, поэтому, ну, короче, на любителя, для фаната, но не для фарма и не для новичков. Пускай и будет новичков, да. Все. К2. Худший советский танк восьмого уровня. Это неиграбельный сблев. Я не знаю, как можно было такое высрать, как можно было такое так отбалансить машину, забрать вообще. Все это пипец. Потому что подвижность наглухо отбитая, пушка наглухо мертвая, броня кипа есть, но вы ею не пользуетесь по понятным причинам. И вопрос, а зачем ты нам нужен? Вы только вдумайтесь. 12 секунд КД при альфе 390, при пушке, по сути, как у БЗ-176, с проходимостью, как ИС-4, без максималки, ну, он едет 25. И это тебя в голове. Что мне ставить? Все на пушку, или все на подвижность? А вопрос вам теперь. А зачем тут что-то вообще ставить, если вы играть на нем не должны? Зачем этот ублюдок вам нужен? Броня. Ну, хорошо, броня. Ну, что, броня 1004, да. А, а что ты НЛД на 190 миллиметров? А что у нас обоссанные 30 миллиметров крыша? И когда я вижу, например, 252у, да, я понимаю, что если я ему не буду попадать четко в лючки, да, то я хрен, что ему сделаю. А то, когда я вижу вот это говно даже на КВ-5, у меня аж руки чешутся. Дайте мне с ним сблизиться, дайте заклинчеваться. Я просто клинчуюсь и просто рву его в крышу. 91-й калибра, крыша прибывается, она пофиг. Это так не должно быть. Короче, неповоротливая, с говно пушкой, корыто, которая ненужная, но с воздушью всю высосет. Это шляпа. Зайбудьте про этот танк. Кировец-1. Это двухстволка с одним снарядом, только с пушкой от ИС-3 СМЗ. Поэтому, смотрите, по подвижности никаких претензий. Бронирование у него приятное, типа, да, ну, как ТТ-8. Но пушка, это, конечно, трэш. 0.25 при 3 секунды сведения, 0.43, ну, то есть, опять возвращаемся к тому, что я говорил. Если ИС-3 СМЗ отобрать механизм, это будет жопа. Если у Бизона отобрать механизм, это будет жопа. Вот вам опять та же самая жопа. Да, только вот это у нас 1 в 1 703-2. Тех же самых 225 ВЛД. Для ББ это подкол. Значит, те же самые лобашнин 250 миллиметров, 240 прослойки. Лючок, ну, не лючок, а крыша, та же самая 50 миллиметров с лючками по 200 миллиметров. Вот, то есть, я же говорю, броня неплоха, ВН-5, это печаль. Пушка, сами видите, это полная печаль и очень приятная подвижность. То есть, он сразу набирается скорость и держит. Закалка, став, досыл. Вот так вот играть нужно на этом танке. Танк редкий в рандоме, потому что, ну, смотри, а что если я тебе на такой же танк дам идеальную стабилизацию и дам сразу 2 ствола? А что если я тебе на такое же качество стрельбы дам сразу 3 снаряда? И вот люди говорят, так а зачем мне вот, а что если я могу, если это если, беру и забираю? Я не буду играть на этом танке. Люди выбирают сейчас лучше. Сейчас мир хороших имбопремов, а не, ну, Кировец хороший танк. Ну, вот уже, как я уже тысячу разом говорил, хорошим танкам уже вот мало места в рандомчике, потому что сейчас игра в таком состоянии, что ты на имбах, не знаешь, что делать в этих картах с этим балансом. А на хороших танках еще попробуй поиграть, попробуй сядь на них. Криславский. Заборный кусок говнища. Ему нужно апать ДП, ему нужно апать бронирование и хотя бы вращение шасси, потому что он едет опять-таки нормально, но с вращением шасси 20 градусов в секунду при мертвейшей проходимости. Вот у нас такие циферки. 20 градусов вращение шасси на асфальте, 10 на там воде, грязи и так далее. Это пипец. При том, что опять-таки мансовать мы не можем, ну просто, да даже если бы хотели, не получится. Ну что это? 150 миллиметров УТТ броня, маска 230, ведрище 180, НЛД 180, при том, что это НЛД и ВЛД, ну как его, как вы хотите, чтобы я его выкрутил, чтобы тут появилась какая-то броня. Позор, позорище, просто трэш. 320 эльфы, там 9 СИГ МКД, неочемный ДПМ, стабилизация, да, пойдет, сойдет, станцию бешеная в упоре особо его не замечаете, но вас просто рвут, вас просто рвут, а огрызаться вам нечем, у вас нету ДПМа, чуваки, вы вот эти 1870 хп под закалкой просто везете для противничка, поэтому брать за боны не нужно, ИС-5 даже не нужно, мне кажется, даже ИС-5 будет лучше этого танка. Мясо, просто мясо для нынешнего рандома, и все, капец. Ну представь, на этом играть по КД с девятками и десятками, ну что, серьезно? КВ-5, это тоже вот, что-то похожее на ИС-6, фан-машина, больше вызов для души, я не знаю, какие еще термины применять, но в целом, это конечно же не фармер, это в целом не для регулярного, там обалденного настрела и так далее. Это танк, который вот так чисто, поехали, заряжаем, значит, ему фул приколы на подвижности, и нахрен СТ-8 выносим на 800 хп старана. Вот для чего берется КВ-5, за счет своей высоты брать всяких 252, К2, несчастье в коробке, и просто долбить их за счет высоты в крышку, вот, или в лючочки, ну да-да, когда я ему хочу просто куда-то ударить в силуэт, ну я же знаю, что КВ-5 типаж картонный, да, я ему попадаю куда-то сюда, куда-то сюда, куда-то сюда, но вот я хочу в маску, летит, вот смотри, уже это за бред, типа в маску же бью, летит чуть-чуть правее, уже 400 миллиметров, божечки, что же это такое, то есть брони как бы нет, если ты четко в упор на него смотришь и выцеливаешь, но если ты хочешь ему долбануть с километра, зная, что тут типа нет брони, поверьте, тут начнется самое веселое, самое веселое, что называется, пушка просто нормальная, но вот 196 пробития, как бы, ну то же самое, голды особо тоже нету, 219 подколы, но в целом все знают, что это за машина, и все уже к нему морально готовы, если вы только пришли в игру, конечно, вы-то там какой-то стороной, ну как и эту игру, вот, ну значит, а тем, кто домой играет, вы и так знаете примерно, что от него ожидать, вы берете его осознанно, вот такие вот делишки, левая, значит машина, на которой опять-таки играть можно, фармить можно, но желания уже лишнего нет, это уже тысячу раз повторяю, почему, потому что у вас 10 секунд кодея без допайков, с кальфой 320, это фигня, подвижность, ну тут такая, с турбиной реально он просирается, вот, и пушка тут опять палка двух концов, в упоре на средней дистанции, без стаба играется прекрасно, потому что 0,2 при 0,3, но сведение 2,7, это вот на те самые 300 метра плюс, вы с этим сведением, как раз попосводитесь, без стабилизатора, поэтому можно играть закалка, турбина досыл, чисто чтобы он хотя бы ехал, чтобы не так тошнило от подвижности, танковать он будет только так, он неплохо будет танковать, у него все возможности танчить бортом, у него неплохо все дело обстоит при танковании от башни, да, вас вокруг пушки там могут попробивать, но в целом, попади, он там какая-то полоска, это виден, ну, 210, 230, 400, короче, идеальную полоску, попробуй попади, или идеально вокруг пушки, попробуй попади, но с дистанцией это сделать невозможно, и попробуй поубивай эту срань, вот, ну, то есть, и от рельефа точно так же, очень неплохой, как для брони, тт-8, но скучный падла, но фармит по-прежнему, то есть, двушку дал, вот тебе 75 тысяч серебра на табло и получи, вот, такие дела, но 2000 еще надо попробовать наковырять, поэтому, скучно, не хочется, но если он у вас валяется, или же вы там только пришли, или вернулись в игру, и у вас вот все премы только старые, но ничего нету, то значит, что лев это танк, которым еще пофармить можно, ну, просто нет лишнего желания, вот и все, м4 вай, значит, подвижнее, чем ренегат, но с пушкой хуже, чем ренегат, получается как, сюда вы ставите закалка стаб досыл, на ренегата вы ставите закалка грунты досыл, он прекрасно играется без стабилизатора, чтобы он поехал, ему надо реанимировать проходимость, тут примерно тоже не мешало бы это сделать, но у него слишком высокая уделка, и максималка 45, поэтому он едет просто нормально, то есть, нет такого, что у него 25 не, он может набирать свою скорость, опять-таки, по асфальту он ее будет набирать при такой уделке, плюс вы сделаете же еще все на проходимость, вот поэтому, тут больше смысла в стабилизаторе, потому что 0.38 на 0.2, по броне, в корпусе, просто для ТТ-8, обычнейшая, максимально обычнейшая штука, которая не способна играть, вот угла здания, потому что она сферическая, и тут всяких, ну вот этих вот прикольчиков, по 140, по 150 миллиметров, дофигище, от башни вы в принципе не можете поиграть нормально, по двум причинам, то что у вас вот эта качающаяся хрень, когда вы опускаете пушку, имеет вот такую вот несчастную переденку броню, потому что 76 в дефолте, и вот такое ведрище, в которое фиг промажешь, поэтому пушка просто сойдет, броня, ничего такого, подвижность просто сойдет, и поэтому как бы, ну типа, и что, нас че-то этот танк зацепит, прям, что вот все, я выкину своего ренегата, или там сома с бизоном, и сяду на него, да нет, ну а если он у вас есть, можно ли на нем просто поиграть, пофармить, ну там двушку свою играть, да можно, поэтому такие дела, но танк просто хороший, закал, стаб досыл, я уже уже рассказал, ренегат, вот рядышком стоит же, буквально, вот смотрите на пушку, вот все, что вы сделаете на пушку, на йох, вам тут уже делать ничего не надо, у вас уже это есть, и вот, уделка у вас на 2 лошади, на тонну меньше, и слишком, ну, такая же по сути, печальная проходимость, из-за этого, сделайте просто все здесь на проходимость, от турбины, просто если вы поставите турбину, нет смысла, в лайф-обзоре я вам это уже показал, только все на проходимость, этот танк реанимируется, и он действительно начинает ехать пушкой, так у нас уже безупречная, закалка полируем по броне, да по сути тот же самый йох, только без вот этой качельки, просто ведро есть, и все, у нас нет вот этой качельки, то есть вот мы играем от рельефа, и, ну, в целом, да, тоже он есть какие-то квадратики в 10 миллиметров, которых просто нужно знать, ну, а так вот, на пофиг шмальни в башне, можешь не пробить, потому что опять, 320, 10, 90, ну, ты понял, ну, а зачем, мы это все знаем, если у нас есть фидеров, которые, конечно же, все бьют, и корпус по такому же принципу, то есть, в ЛД особо ничего такого, стык 200, НЛД особо тоже, видите, нифига, и опять-таки, оно сферическое, отыгрываем эту власть здания, и пробивается оно на пофиг, вот, если мы берем классический универсальный ТТ, это ренегат, и у Вены, и пушки безупречные, подвижность реанимируется, хп просто нормально, ну, как бы, типа, да, брони, вы сразу должны понимать, если вы с таким танком не сможете совладать, возьмите лучше Бизона, тем более, за 3-1, за 4К голды можно взять его, и все, какие дела, М6, А2 и А1, танк, которого, как я уже говорил, схавало время, то есть, тут опять-таки, дикая нехватка ДПМ, а тут дикая нехватка подвижности, броня, которая просто перестала работать, и вот, а что нам делать, то есть, тут такая же беда, как и на Type-4, на Type-5, на Маусе, типа, танк, который раньше себя позиционировал, как бронированный танк, он уже не может выполнять свою роль, а взамен нету, нифига, понимаешь, вот и все, то есть, так, если мы смотрим на броню, вот смотри, ВЛД, казалось бы, раньше 233 миллиметра, йоханый бабай, ну, что может пробить эту штуку, если раньше там несчастная какая-то одна ПТ-8 попадалась, и мы играли в основном Исульки, Тигрульки, и, конечно, мы их душили, как котят, а тут все, мы играем теперь в балансе новом, вот этом льготном, половина тупо девяток, половина ПТ-8 300 пробития, соответственно, нас истребляют просто в силуэт, вот, башня тоже типаж неплохо, бронирована, все дела, он 230 под маской, он есть лючочек, он есть такая вот выемочка 220 миллиметров, то есть, это цифры, которые еще 5-6 лет назад, были бы реально неплохими, да, они по факту на сегодняшний день неплохие, только вот проблема в том, что они не работают, оно неплохо, как дефолтная цифра, но на практике ты этого не видишь, не пользуйся этим, а я хочу стрелять чаще, я хочу ехать нормально, почему у меня 29 максималка нахрен в 24 году, почему у меня КД 10 секунд, при ЛФе 30-20, вы что бредите, ему нужно конкретно делать КД 8 сек, ему нужно конкретно в дефолте просто давать максималку 35 километров в час, и конкретно апать стабилизацию, уменьшать разброс, потому что тут поведение снаряда, как и у Паттона, как и у 30-2, потому что пушка похожа, у вас все летит по краю прицела, а не туда, куда вы целитесь, и едем мы тоже, уделка то сойдет, но проходимость, добрый вечер, мы только по асфальту ведем себя более-менее нормально, то здесь и поставить, например, закалка турбина досыл, то такая пушка будет на средней дальней дистанции, но вас реально вымораживать, да и опять-таки, редкий гость в рандоме, и на нем никто не играет, по понятным причинам, что нужно быстро отстреливаться, и наносить урон, а мы этого делать не можем, объект 252у, но еще годик-два, его ждет участь гуся, потому что вы знаете, что ТТХ устаревает не по дням и по часам, если так даже посмотреть на цифры, проходимость мертва, он не пользуется своей уделкой, он едет просто, ладно, сойдет, пушка, сами знаете его сведение, сами знаете его стабилизацию, 12,2 кд, там со всеми приколами, при альфе 440, уже никого не удивишь, тут если не броня в лд, по факту, то тут нифига уже нет, на момент 24 года, НЛД 220, да, это неплохо, это хорошо, типа да, но опять-таки вы сами знаете, в каком мире мы сейчас играем, с какими пушками, с какими пробитиями, уже когда броня, вы поймете, что уже через зодик 2, она полностью отойдет на второй план, вы будете обращать внимание, только на пушку, на подвижность, ну ВН, у ВН есть, нет, пушка, ну такая, знаешь, с приветиком, подвижность, я вам показал, что проходимость мертва, и он просто окей, типа, ну он едет там с 30, 35 набирает неохотно, и те же самые, КВ-5 берет, он нас радуется, вклич нас просто разрывает в ноль, то есть якобы бронированный ТТ, разваливается в сопли за секунды, если к вам сблизились, и по вам можно спокойно стрелять по лючкам, поэтому на сегодняшний день, по фарму, и по в целом ощущениям от игры, это что-то похоже на льва, то есть играть как бы еще можно, фармить можно, но уже лишнего какого-то эффекта, вау, эта машина не вызывает, вот и все, сведение хочется быстрее, проходимость, чтобы он реально стал подвижней, вот броня до ВЛД, можете взять ему, сделать просто там, чтобы нахрена мне 350 миллиметров на ТТ-8, сделайте, чтобы тут было 250, все, как у 110, но дайте ему другие какие-то параметры, которые более предпочтительны в нынешнем рандоме, чем вот это якобы ВЛД, в которое конечно же стрелять никто не будет, ну да, я буду стрелять в стык Е3, а не в НЛД, ну ведь так надо, ну короче, вы поняли, да, случайно туда летит, и все понятно, но в целом опять-таки с натяжечкой на момент 24 года, окей, мы его назовем хорошим танком, но я уже на этом танке черт знает, когда по сей не раз катал на самом деле, нужны машины, которые или за раз будут вливать кучу урона, или будут делать это регулярно и стабильно хорошо, этот танк не за раз урона вливать, не стабильно хорошо, то есть вот такие дела, СОН лучше, 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 Бизон лучше, Лучше, Турты лучше, Лучше, все, вопрос закрыт, Абексин 103 вариант 2, но по факту то, что мы сказали про Кировцы, а только с двумя пушками, и тут уделки поменьше, как у Кировцы, зато мы отказываемся спокойно от стабилизатора, здесь на близкие средние дистанции стабилизации, так безупречно, только на дальней дистанции, наше сведение вот это в 3,3, оно реально всплывает наружу, но опять-таки у нас еще медленный поворот башни, поэтому в целом, я могу вам рекомендовать поставить закалку, турбину и ОМП трофейные, больше даже для поворота башни, чем для стабилизации, но это стабилизация тоже чутка будет, буст на 15%, плюс перки, вот тебе и считай стабилизатор, поэтому для поворота башни 15%, это вам плюс 3 градуса, плюс там брасу до паечки, до 25 доточите, и это будет уже просто нормальный поворот башни, не как у Т-103, значит по броне тоже самое, для ББшки 230 ВЛД, лоб башни в целом 230-240, ну вот если конкретно в серединку будут попадать, а так в целом, ну все равно оно хорошо бронировано, больше даже в маску в вероятности пробить, чем в лоб башне, потому что тут очень маленький участок 230 мм, крышка 50 мм, она вот видите под таким неплохим углом, но ее видно неплохо, поэтому КВ-2 радуется, когда попадает в эту штучку, или кумулятивчики в районе 300 мм, уже могут пробивать вам эту крышку, поэтому хороший танк, на сегодняшний день, да, играть можно, да, фармить можно, но опять-таки, вот что-то вот, мне все же танчики с УВНами, с ББшками больше по душе, подколы, 221 те же самые, только летают уже медленнее, чем УС-3 СМЗ, но все равно, залповать на нем, в последнее время, конечно, игра не позволяет, но так даже в цикличку поиграть, на нем можно нормально, танк просто хороший, реально, ну ничего, прям негативного, ну нету, ну да, УВН, вот это единственный, прям конкретный, самый жесткий минус, но отыграть это угло здания, просто там, вывалиться уже на человека, заклинчевать его, ну, можно, все можно, поэтому нормальный танк, просто нормальный, Шкод Т-56, ну опять-таки, уже как я вам делал видео по топ тяжей, да, и я говорил там такую фишку, что по сути это имба, но такая вот, требующая циферки 2, потому что на основных снарядах 208, ну не всегда ты поиграешь в балансе по КДС девятками и десятками, ну едет на тебя и 75, что ты собирайся с ним делать, тут только бросать все, заезжать в борт, клинчевать, притираться и давать четко под прямым лом 120 миллиметровый борт, надеяться, что его там ни союзники не прикроют, ни рта вам не жвахнет, ничего, в целом вам нужна техника, которая способна пробивать танки хотя бы в НЛД в упор, то есть нужно хотя бы ББшка там от 220 и выше, у вас 208, то есть это уже такое хромое пробитие, потому что ну как бы, ну а что им пробить можно, ну из 3 в НЛД можно, ну те рульку 2 можно, а и 75 от АПКБ, ну то есть вот такие делишки, то есть даже СТ-1, у которого там сколько, 220 под прямым углом или 218, вы уже не способны пробить, то есть это печаль, то есть как бы да, барабан сразу на 900 как бы урона, но, а пробей ты еще на эти 900 урона, поэтому все же на роль фарма люди берут танки более стабильные, более экономно выгодные, и чтобы они не думали, что мне делать, когда я вижу НЛД-75, на помощь приходит СОН, Туртель и так далее, тут чисто, заряжаем цифру 2, для души, танк максимально простой, выехал на 960 клац, через 22 секунды повторяем, то есть геймплей на сложности вообще никакой нету, УВН и 8, башня значит чисто ведро, сюда все попадают, в лоб башни 220, в самом корпусе нету ничего, но тут танк чисто выкатился, отжахал два раза, и закатываешься, то есть ты там не клинчуешь, не упариваешься, этого делать на этом танке не нужно, ты чисто пользуйся своим разовым большим уроном, 960 урона, там 920 урона, за 22 секунды, каждый раз этот цикл повторяешь, то есть держись союзничков, держись угла здания, то угла здания выкатился, бахнул от рельефа, выкатился, бахнул и закатывайся, не иди дальше, там хп тут с полевой закалкой 1700 будет более чем достаточно, поэтому фармить, если вы конечно видите, что рандом реально мягкий, в НЛД тут вы все будете пробивать, играйте то и на цифре 1, но если вас будет кидать, как меня, 8 из 10 с десятками, то цифра 2 вам только сможет помочь, поэтому вы с просто танка окей, на ББшках ГС-8 превращаетесь в реальный имбул с ББшками в 248, это как подколы где-то миллиметров 270, поэтому такие делишки, шкодка, она вот просто максимально лайтово приятная машина, само АСМ, 100 раз уже говорили об этой машине, барабан лучший на планете Земля, но я этот танк не рекомендую, если вы опять таки не делаете 1800 плюс урона на ТТ 8 уровня, если вы в принципе не можете играть на танках, у которых есть один ярко выраженный минус, вы не сможете с ним совладать, тогда этот танк я вам рекомендовать не могу, уже 100 раз говорил, вам в таком случае лучше Бизон, там есть броня башни, у Сома единственный минус, это реально вот его броня башни, потому что 190 под прямым углом, щечках 160, ведерко в 110, даже если ты играешь от рельефа со своим минус 10, ничего не меняется, она качается и она так как нужно и будет более выгодно противнику, а в ЛД ну типа бронировано, то есть от рельефа там броня еще какая-то пожестче появляется, но в него как правило никто не стреляет, вот и НЛД 180, борта 90, ими реально можно развести, ну то есть как бы вопросов нет, к пушке тоже вопросов нет, вы играете закалка, стаб, эксперименталка, или же сведение, вы можете поиграть на турбине, он просто задом, тогда будет очень неплохо задавать в упор ему, и так в принципе своей подвижности хватает, но вы будете тогда сводиться, вот у вас 2,2 между выстрелами, вы будете сводиться где-то 2,35, 2,4, если вы будете играть на турбине с обычным стабилизатором, поэтому если для вас это не критично, но я покатав и в таком виде, говорю, что это не особо критично, вообще не критично практически, то можно катать и на турбине, если не просто катайте стаб, или сведение, или эксперименталку, если вам не жалко шестереночек, вот, но это опять-таки, если вы будете готовы, и для вас не будет проблема, вот этой башни, вы будете понимать, что вам нужно играть, точно как я только что рассказывал про шкотку, выехал из-за угла здания, разъедел барабан, закатился, чтобы было куда закатываться, было у вас понимание, что вы будете делать, когда вы сейчас вот-вот выкатитесь дать барабан, если я принимаю тычку, то что будет со мной через полминуты, короче, вы должны думать на танке 33 секунды наперед, если вы не можете так еще мыслить, то берите что-то попроще, циклично, или хотя бы то, что может спокойно играть от башни, ну, типа Бизона, но я же говорю, что СОМ будет быстрее просто набивать уроникам тот же Бизон, но если вы не знаете, что с ним делать, то вы жить на нем будете, конечно, поменьше, поэтому, ну, тут такое, палка двух концов, готов или не готов, все, а так танк офигенный, Т-832, 32-ка, но с понесленным ДПМ, вот обычно 3 звуки, у вас КД-72, тут у вас будет КД-86, то есть, конкретный такой, знаешь, зазорчик 8-6, это, ну, уже, ну, такое, то есть, не хватает ДПМ, но все равно, танк простецкий, проще некуда, вам дали титаническое хлебало в 300 мм, в лоб башни сам 400 мм, да, ВЛД брони тут, ну, не особо, да, мало у кого ТТ-8 дофига брони, но фишка вот, ты выезжаешь от рельефа, ВЛД у тебя просто, или 220, или рекущеет верхняя часть, ну, смотря что подставишь, то есть, вот этой вот башни на 8-ом левеле, да, у тебя КД-8 и 6, да, хочется быстрее, но, лучше ли этот танк, например, будет фармить, чем, там, Кировец, чем, там, Млешка, чем, там, Левушка, да, потому что вы будете жить на нем в разы подольше, да, и в целом вы будете играть с УВНом 10 градусов, там, они 5-6, ну, и так далее, вот, и не Левска до 10 секунд, поэтому этот танк очень хорош, планка на нем тоже сумасшедшая, но это вас не должно особо волновать, но в целом геймплей простой, и вот тоже иногда, вот, просто, 10-15 боев, понял, и от такого ДП, ну, чутка устаешь, хочется что-то поактивнее, что-то вот такое, чтобы еще быстрее урон набивался, пошел, отдохнул на какой-то туртле, потом, опа, пересаживайся обратно, можно Т-832, но это опять-таки, если у вас этот танк есть, если появится когда-то возможность взять эту машину, то я всегда руководствуюсь таким параметром, если у вас хотя бы 2 танка на аккаунте прекрасных, из топ-5 танков есть, то вам по сути любой танк уже не нужен, но опять-таки, вы в любом случае, если захотите возьмете, но я вам говорю, что танк хороший, но нехватка, конечно, ДПМ, закалка, турбина, досыл, вот так, и на Т-32 обычный тоже, на шкотку, закалка, турбина, стаб, Т-26 и 5, по сути, то же самое могу сказать, что и про Киен Экшен Икс, он вам не нужен, то есть, да, можно на нем фармить без премиум аккаунта, потому что снаряды дешевые, пробития есть, и все понятно, можно сделать из него средний танк, турбина трофейная, в слот на мобильный загоняем грунты, потому что тут тоже нужно делать больше ставку на проходимость, и на наудельную мощность, тогда, да, он будет такое, что-то похоже на першинг усиленный, то есть, у вас будет 230 в дефолте, и броня прям в вашни, ну, конкретно, на фоне, ну, и как для СТ-8, я имею в виду, 280 маска, 230 лоббашни, ВЛД 190 для ББшки, и НЛД 180 для ББшки, вот, поэтому, как тяж, вы его просто воспринимать не будете, как СТ-шку, ну, в теории, можно повоспринимать такую, знаешь, с чутка, таким, на 30% поломанным их водом, потому что все равно будет нехватка динамики, но в целом, вот, я покатал на нем грунты и турбина, он похоже что-то на средний танк, стабилизация стала уже безупречной, ему стаб нафиг не нужен, ну, и досылатель, можете поставить ему там ТТ набор, там закалка, досыла, грунты, слот на мобильность, и это будет просто уже такой, ну, набор на все руки, но в таком случае играть на нем не будет хотеться, опять-таки, окей, если вы действительно не донатите, вы хотите взять за бесплатно, то есть за бон эту машину, и без преми-аккаунта, мне вас, конечно, жаль, но да, хорошо, будете фармить хотя бы по 30 тысяч, это понятно, но это будет, конечно, не очень легко, потому что хотя бы 2000 вам нужно напукивать в любом случае, попробуй напукай с альфой 240, Т34, значит машина, которая, ну, я не знаю даже что вам сказать, это, ну, по сути, тот же Торнмаген, да, только с башней не в ширину 3 сантиметра, а там 30 сантиметров, ну, в общем, это машина с фиговищей стабилизацией, с фиговищем сведением, корыто в плане подвижности, но опять-таки, в плане геймплея, ну, казалось бы, должно быть, куда быть уже проще, да, то есть у Вене 10, башня 280, лоб башни тоже 280, опять-таки, это уже не те 280, как в 2013, потому что все ПТшки имеют сейчас пробитие за 300, и они нас бьют просто в лоб башни, плюс мы играем по КД с десятками, которые тоже на фулл голде, и башня уже такая, через раз танкует, но все равно башня крепкая, крышка 38 миллиметровая, то есть 120 калибр, такой как у нас, пробивать эту крышу на пофиг, просто дотронувшись, в корпусе брони нет абсолютно никакой, но мы себя позиционируем тоже, как игрок только от рельефа, но даже в таком случае, как видите, брони по сути нет никакущей, поэтому скучнейшая шляпа, бесполезная, ненужная, он вам не нужен, он вас сожрет, и забейте болт, опять-таки, там за бесплатно, не за бесплатно, плевать, не надо, есть топ-5 премов, вы на них играете, и все, опять-таки, можно ли в теории поиграть, там пофармить, ну что, пробитие есть, да, Вен есть, есть, как бы башня есть, ну уже казалось бы, концепция метавости на сегодняшний рандом есть, но сведение, но стабилизация, но кд 1266, по кд летящими 330, это конечно печаль, беда, ну и корыто, потому что проходимость мертвейшая, как и в т265, как и у ренегата, такие его делишки, поэтому, не надо он вам, да и все, забудьте, т77, ну представьте, что в гамно, понерфили сома, вот вам т77, представьте, что сома, бэбэшку поменяли на подколы, представьте, что сома с таким же кд отобрали два снаряда, и представьте, что вам сделали стабилизацию такую, что вы со своими 2 секунды между выстрелами сводитесь 3,5, по факту, то есть вы не сводитесь между выстрелами после момента остановки, и сводитесь в вечность, то есть тут надо все нахрен делать на пушку, но опять таки, я бы на этом танке не играл, 3 снаряда по 360, и у вас кд при этом всем будет 36 секунд, ну то есть 40 с чертиком, ради 1000, вы скажете, так а Бизон, ну а ты от Бизона стал от башни, тебе пофиг в принципе, а на этом танке чем танчить, тут нет брони вообще, вообще-обще-обще-обще-обще нафиг нет брони, тут просто нет брони, понимаете, то есть, ну, Калибан даже рад этому танку, реально рад, потому что долбани ему сюда, и все, то есть, не надо, чуваки, это вот просто, если вам нужен барабанный танк, в целом, смотри, я даже, видите, как я говорю, к сому, если вы готовы, а к этому танку неважно, готов ты или не готов, ну, просто не нужен, если ты готов к такому танку без брони, башни, ты берешь Сома, потому что это все то же самое, только в 5 раз лучше, вот и все, с 54, ну, только по подписке, вот плюс, значит, машина, которая просто, по сути, без минусов, что ли, минусы, да, неиграбельная проходимость, но опять-таки мы это все фиксим слотом на мобиль, загоняем туда грунты, ставим турбину и закалку, потому что у нас не ставится досылатель, и стабилизатор нам не нужен, поэтому мы спокойно решаем эти все проблемы, и все, что у нас получается, 280 альфы на 218 пробития, при кд там 6,7, вот, то есть, ну, просто в пушке, именно в плане качества стрельбы 0 претензий, ДПМ можно было бы и побольше, но в целом, у Вены есть, подвижность будет, башня, 310 маска, тут в целом миллионы миллиардов, и только есть вот эти квадратики в 200 миллиметров, то есть, только сюда есть шанс вас, у вас пробивать эту машину, потому что в ЛД будет в тупую рикошетить, маска в целом, если у вас не голда за 320, вы ее никуда не пробьете, ну, только квадратики, вот, поэтому, как бы в целом, танчик хороший, но тут нужно просто задавать, а смысл ли есть в этой, подписке, я особо смысла не вижу, потому что за эти самые деньги, вы можете просто взять 2к голды, или месяц према, а чтобы эта штука вам давала, ну, голду ту самую, вам нужно играть минимум боев 80 в неделю, чтобы получать ту самую голду, минимум 80, то есть 100, поэтому это только для активно играющих игроков, если вы не активно играющий игрок, вам эта подписка нафиг не уперлась, и опять-таки, если есть премы тоже сильные на аккаунте, ну, это был бы тоже, там, топ-6 премов, но он хороший, но опять-таки, стоит ли подписка, я считаю, что нет, не стоит, Type 63, ну, по сути, представьте, что у Льва отобрали полностью броню в корпусе, отобрали ХП, но дали подвижность, потому что, ну, принцип получается тот же, 9 секунд КД при Льве 320, не серьезно, абсолютно никак, ну, подвижность, да, у нас хорошая, очень высокая удельная мощность, проходимость хорошая, и просто, вот мы ставим, например, турбинку, досыл и закалку, и мы прем хорошо, и УВН у нас безупречный, вот, но брони в корпусе нету, и броня корпуса по принципу XM-Fi, если хоть клаптик вы будете подставлять этого ВЛД, у вас шанс на вытанкование, вот уже только вот в таком угле появляется, но это уже слишком, мне кажется, жирно, вот ваши края, скорее всего, вот так вы будете стоять, вот, ну, то есть, короче, нет брони в корпусе, ну, то есть, это батчат, по факту батчат, с броней башни, там от, ну, 32-ки, от 32-ки, от 34-ки, щеки такие, более 34-очные, маска сама более такая, ну, тоже, то есть, в целом, надо уже тоже конкретную голду, если уже убивать эту штуку от башни, но если торчит хоть чуть-чуть корпуса, проблем у вас не будет, точно так же, 9 секунд КД, это для противника, ага, у него, он медленно кусает, именно что в 9 секунд, и не особо больно, почему на БЗ-ку там боятся выкатиться, потому что это минус хлебало, почему на ЯГУ боятся выкатиться, потому что минус пол ХП, а на эту штуку не боятся выкатиться, точно так же, как и на итальянский ПТ не боятся выкатиться, потому что они знают, что откусит немного, и за это время мы можем его разорвать, просто в силуэт, нам даже выцеливать ничего не надо, часы тратить на выцеливание, как ту же БЗ-ку, вот и все, поэтому танк, опять-таки, да, играть можно, да, сойдет с натяжечкой, но зачем он попадает в линию, вот этих вот супертанков, 24-го года, да, особо нет, вы видите их в рандоме, иногда, да, конечно, чаще, чем того же XMFI, потому что вот эта штука там хотя бы едет, людям может не так скучно, но все равно, вот бронекорпуса надо пожестче, ХП надо больше, вот, ну ладно, уже фиксим ДПМ, то есть, вот 7,5 КД, вот при Альфе 320, без каких-либо поправок, было бы круто, реально хотя бы ДПМ не тошнило, ну а так, будет еще через полгодика максимально редкий гость в рандоме, ДПМ его тоже, как и на гусе, говорит, что я хочу больше, а мне нельзя, ВК-168, машина печальная, машина терпильная, и играть, конечно же, на нем нельзя, не нужно, его как за рефочку, значит, в трейдинчик, и менять на какие-то там бизоны, за 3,500, за 4К голды, и все, то есть, для рандома этот танк вам не нужен, это страдалец, это утырок, всю вот эту мауса подобную иерархию, надо нахрен, дамы, дамы уже переделывать, им нужно давать, или конкретную броню, или как-то их реально оживлять, ускорять, ну ты вдумайся, у тебя нафиг маус, волочит ноги 20 км в час, но пушка от баланшина, как дестер, на каком основании, мы еле едем, почему у меня разброс во весь экран, я понять этого не могу, так я еще свожусь полчаса, что за бред, танк едет 20 км в час, все, колечко так усенькое, на ходу пуляем, чтобы хоть какой-то смысл в этом был, а так я еле еду, плюс потом после остановки, стою еще 8 секунд свожусь, пока я свожусь, мне уже разваливают в лючке 5 лвла, лоб башни просто, и сурка 3 выписывает, и пытаясь бортом танчить, меня бьют просто через каток, в котором 120 мм, господи, короче, это катастрофа, это танк ублюдок, он вам не нужен, закалка, турбина, досыл, но без таба, это будет настолько мертвое орудие, что просто ебан его, WZ111, ну по сути что, облегченный ИС-6, с пушкой отбаланшенной, как у ИС-6, то есть не ублюдок, как 112, то есть тут намного лучше стабилизация, на практике, и приятные сведения, и ну просто те же самые по факту кумысы, но брони тут вообще печально, просто под прямым углом, то есть 213, и на ЛД-170, это прям ужас, ну и щучий нос, добрый вечер, то есть брони тут никакой нет, а башня по сути как у 112, то есть реально хорошо бронирована, но опять-таки, у нас есть те самые 160 мм улички, в которые все попадают и пробивают, то есть у ВН-5, корпус нет, и КД на секунду хуже, чем у ИС-6, то есть оно по качеству стрельбы, как у ИС-6, но все равно на секунду хуже, ну вот такие дела, то есть, ну а ВЗ-111 или же ЛП-слитивер, опять-таки можно взять за боны, чисто там, да, и в трейды не его сдать, только так, в целом я вижу его применение, потому что если уже выбирать ИС-6 или 112, или ВЗ-111, ну ИС-6 все же возьмет вверх, потому что качество стрельбы, то есть у вас броня на ИС-6 почти как у 112, только КД на секунду быстрее, и при пушке как у Альпийского тигра, а у Альпийского тигра как у ИС-6, короче такие делишки, значит вот, я не знаю сколько мы, 38 или 39 танков рассмотрели, я не знаю, вложился хотя бы минут 40, чтобы по минуте на каждый танк, но я пытался, чтобы вот вам было максимально все быстренько, значит чтобы вы не заскучали, поэтому такие дела, опять-таки повторяю, на обширную версию каждого танка я оставлю ссылки в описании, а вот пока что на сегодняшний день вот так вот, всех благ, берите себя и пока.